Я вам лучше её помою, чем я сыграть сейчас буду за... Олег, давай, я уже записываю. Как ты и говорила, я сейчас что-то не могу говорить. Что, так на высоте? Да, я весь сосредоточен, чтобы не свалиться с этой стрельпятки в эфире. Больше бы здесь не спалить. Ну хорошо. Ну да, тогда я расскажу вкратце, что... А, мы образец там оставили, да? Что получится. А чего мы его не забрали? Не знаю, в руки нельзя. Ну могу рассказать, что это мы будем делать имитацию папируса. То есть будем брать защитную плёнку. И по модельной массе, сейчас положим модельную массу. Мы её отколеровали. Чтобы помочь. Потом объясним почему. Да. Ну вот. Это наша модельная масса. Это кристалл. Макомы отколерованы. У неё самим косителем не снежка. Тут сам процесс, что мы сейчас будем наносить сначала шпателем, а потом будем разравнивать валиком. Правильно? Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Что-то ещё хотелось бы сказать. Что-то очень опасная работа, нельзя пить в эфире. Потому что потом ноги дрожат, руки дрожат. То есть мы наносим материалы не жалея забаки, где-то порядка получается у нас полтора килограмма на квадрат с расчёта. Зараза, прилипает это. Да, не страшно, пускай прилипает. Всё, тогда я ставлю. Понял? Какой тебе надо. Ну, вроде всё он пишет, так что можешь... Покомментировать. Чувствую, что ли? Добрый день. Сегодня... Мы наносим второй слой. Он же фактурный уже, под декорацию. Отделка называется. Текстура кожи, папирус. Кто как любит. Кто как знает, кто как любит. И кому как ближе. Да. Мы наносим это всё, декорируем с помощью тонкой, достаточно тонкой, там, 7 микрометров. Да, плёнка, защитная плёнка. Да, тонкая. Да, можем показать, да. Да, такая, которая, в общем, очень тонкая. Да, сейчас, секунду, я вам покажу. Потому что тонкость плёнки играет роль. Если плотная плёнка будет более такой крупной, инфактура. Ну и она потом будет потом декорироваться. Она... Вот такая, да, защитная плёнка. Ну и что мы сделали? Мы нанесли, да, материал наш знакомым. Это стартовая акриловая шпаклёвка, Экокристалл. Отколерованная универсальными красителями. Снежка в этом, да, в нашем случае снежка. Мы, первый слой, мы сделали подружку с этого же материала. Загрунтовали грунтовкой. И поверху нанесли второй слой, да, уже как модельную массу. Вот, где-то толщиной. Вот это движение мы проверяем в слой. Да, вот Олег сейчас, да, нам нас материал, этими движениями, да, он проверяет. Чтобы всё было равномерно в один слой. Он делает вроде как византийку. Да? Вот тут её. Должно быть видно. Делать византийку и её. Главное равномерно, чтобы не было тут больше, тут тоньше. Вот этим вот движение, какое для того, чтобы разровнять в одну толщину материал. Потому что шпатры ты не чувствуешь, много ты положил, мало. А уже рисунок византийки, он даёт ощущение, достаточно ли материала. И размазываем, да, в нужное место, где больше, где меньше. Где чувствую мало, добавляем. Что мы взяли? Мы взяли эту плёнку, да, на всю длину. Делаем им тоже, так, наискость, да, Олег? Наносим материал. Ну как наискость? Как вы успеваете закрывать плёнкой? Вот и всё. Не, ну в любом случае, тогда не будет читаться вот эти. На последний, да, слой, ну на вот этот слой, который будет, стык, да, наносите больше материала. Ну, Олег, надо, наверное, закрывать уже эту скобу. Так, хорошо. Чтобы вот это он с края не проникли. Да нет, он всё нормально там будет. Не подсох. Не подсох, ты там материал столько нанёс. И давай сюда, там может ты своё сделай. Так, что ещё можно добавить? Ну вот, я покажу, поближе. Достаточно жирненький, да, слой. Вот, у него здесь ещё тоже он будет. Давай, Олег, я подержу. То есть, да, мы ещё находим, да, на тот слой. И проверяем, что если подсыхает, то добавляем на стык, да. Да. А иначе будет, будет видно линия. То есть, мы называли эту фактуру и кожа бизона, и кожа, и папирус, да, под папирус, под французский. И жову на эти снилые ткани. Да, и под ткань. Под софьян, да. Что там ещё есть? Какая ткань ещё? Ткань, бумага, кожа. Потом что мы сделаем? Мы потом вскроем его крыломутром, да? Ну это мы покажем. Да, лазурькой, то есть после окончания. Следующий. Да. Ну что ещё? Плёнку мы снимем на следующий день. Да, снимаем через, как минимум, 12 часов. Да. Чтобы под плёнкой материал медленнее высыхает, но нам нужно половинчатое схватывание материала. Да, он вообще не высохнет. Под плёнкой влага, которая в материале, заберёт стенка. Поэтому и плёнка должна находиться... Под плёнкой он должен находиться не менее 12 часов. Потом плёнку снимаю, он высыхает до конца, да? И только потом, да... Да, потом мы и проходим... В некоторых местах мы его подправляем, там пропуски и так далее. Ну мы покажем. Если нужна будет такая необходимость, мы ещё продолжим. Да. Главный сам фокус, что материал должен находиться под плёнкой... То есть тонкости этого дела, это помнить, что нужно стык контролировать, пузыри убирать через плёнку. Пузырьки, да, там ножиком, кончиком ножика, вот этим жалом прокалываем пузырёчек, да, и выходит. Но мы сейчас ещё продолжим, да, как мы декорируем её, там тоже есть свой нюансик. Мы её моделируем тоже пластиком и шпатами. После прикрытия материалом, плёночкой, обычным валиком, ну можно лысеньким для лака, можно таким, выгоняем максимально пузыри, которые у нас образовались после прикрытия плёнки. Так, желательно, так, в таком... Пыхтишь так. Так надо, вот профессиональная. Да, нормально, нормально, там сейчас рычажность будет, всё, да. В общем, пузыри мы выгладим, да? Ну так, не сильно большие вот эти трещины делаем. Ну хотя есть опять рисунок, который может подразумевать собой эти трещины. А ты потом, потом, давай, заканчивай там. Может, может, я покажу. Олег, заканчивай, заканчивай там, потом покажешь. Я же не выключаю. Это, не обязательно так её закрывай, всё. Не надо, ты смотришь, шпателем всё это. Главное, что вы не понимали, что там должен быть допуск, да? То есть плёнка должна быть свободной, не надо её там... Гладкой наклеивать. Да, пускай она будет, да, вот с такими вот трещинками. Потом она нам пригодится для моделирования, правильно? Сейчас мы пока выгодим, просто выгодим воздух оттуда. И вот то, что мы не можем выгодить, ты уже можешь как-то... Ну потом мы и покажем. Всё, здесь нормально, вот этот ещё. Да, набок, набок, набок. И вот здесь, Олег, ещё здесь. Низовый. Всё, там уже, да, ножик. Всё. Теперь что, в дерево две пластиковые шпаты? А, вот он лежит, Олег. А ну, вытри его. Вон он, пластиковый, протри его, чтобы он не дёрг. Нет, ну ладно. Да, покажи, что это. Какой пластиковый шпаток, Павана. Неужели вы видели, но... Сночётчик Павана. Да, 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 да. То есть там два миллиметра толщина, чтобы вы понимали, она там тоненький. Гибкий. Ну и пока. Да, гибкий, да. Да, пластиковый шпаток. Что мы делаем? И приблизительно, так как материал у нас под пленочкой сырой, податливый, делаем просто в нужных направлениях всё. Такой... Придаём небольшой... Ну, мы моделируем с помощью пластикового шпателя, мы моделируем клеёк. Да, как угодно. Если возникает проблема, в том, что шпательком мы цепляем уголок, ничего страшного, у нас вот подрывчик был, мы его приклеили кусочек. Да, и замоделировали. Замоделировали и всё. То есть, если даже вы порвёте плёнку, то сверху плёнка ещё раз накрыли, и всё. Ну, опять-таки, смотрим, чтобы рисунок был более-менее, да, равномерный. Чтобы не получилось, там густо, а там густо. Так всё там нормально, спускательный. А, и покажи, где, если там пузырёк, а то мы... А с пузырячками мы просто берём вот... Всё. Да. И прилагаем. Так что... Краюшки, ох, вот то, что получается. Вот берём просто его, если хватает клеёночки этой... Если же не хватает, берём откуда-то сбоку. Да вот, снизу возьмём и приём. Ну, вот так возьмём, да и всё. Наложили, замоделировали и всё. Когда большая много кулька, вот оно и рвёт. Да то разберёмся, Олег. Разберёмся, всё. В общем, в чертах мы рассказали, показали, да. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Вас ждёт лазурь. Да. Вас ещё ждёт волшебная лазурь. Покрытие этой вида рельефа. Да. У нас там образец остался внизу. Набирайтесь терпения. Небывалых храм успехов. Да, ты же тогда помнишь показывал с салатовым цветом? Ну, то было немножечко, там мы делали всё-таки, по-моему, была после волн. Да? Да, там. Нет, там было по кварцевой штукатурке. Да, потому там возникали такие... А здесь паровные, значит, это будет... Ну, по-моему, это в чистом виде. Вот это чистый вид маракеша. Вот это. Вот, сейчас ты и расскажешь. Маракеша. Да, да. Итак, вы дождались в исполнении... По многочисленным просьбам телезрителей. Сегодня мы переносимся... Бывали ли вы на базарах Маракеша? На базары Маракеша. Бывал ли я на базарах Маракеша? Перед вами знаменитая марокканская... Делаем мы её старыми добрыми... Ласточка... И сокол Сейцарский. Да. Всем известная. Профессионалы... Густота... Профессионалы профессионалам рекомендуется. Густота материала... Да. 2Х густая сметана. Поэтому вот. Ну, чтобы она была... Ну, короче, пускай будет растопленное масло. Да. Для чего такая штука? Для того, чтобы не перешпаклёвывать стенку, а создавать... Создавать, как бы, каплевидные набрази на стене. От мелких до больших. Ну, это как? Это первый слой. На втором слое напарник может идти за вами и в пустых местах, по верху, по подсохшему, уже по вот этим маленьким островкам, добрасывать своей рукой уже общую, полную картину. И тогда это второй, финальный слой. Перед финишным покрытием лазурями, лаками, красками, патинами, всем, чему угодно. Ты можешь сказать, да, что вот эту модельную массу мы можем делать любой акриловой, да, готовой шпаклёвки. Да. Мы пришли к выводу, что вот мы делаем эко-кристалл старт. Да. То есть стартовая, готовая, декоративная шпаклёвка, ну, как вам, гипсовая шпаклёвка, но она... Нет, нет. Это акриловая шпаклёвка. Акриловая шпаклёвка. Да, акриловая шпаклёвка. То есть это может быть и там, что у нас там, мы были в эпицентре, что мы видели там? Триора, да? Триора. Это акриловая шпаклёвка. Да, да. Ну, мы попробовали это, нам для работы там больше и выше крыши и пробовать что-то новое. Ну, если прижмёт, будем пробовать. Потом отколировали мы её. Колоруйте в нужный цвет. Да. С учётом того, что то, что у вас в ведре, то будет по стене. Точно. Не темнеет, не светлее. Вот как вы видите в ведре, со всеми тенями там. Да, да. Рефлексами, бликами. Пока она вот такая вот сырая, это то, что оно высыхает. Вот один-один ведро вот. Так. И что, мы её потом колируем универсальными красителями, да? Универсальные подходят здесь обычные. Снежка, мы снежкой колоровали. Что там посчитаете нужным, что у вас есть в наличии, ну, в ваших магазинах, да? Можно колировать. Да. То есть, материал не изли. Да. И вот, в принципе, как движение. Ставишь патлю вертикально. По ходу движения наклоняли вот до той же степени, чтобы ложились вот такие изюмообразные. Да. Сейчас я покажу, что у нас получается. Да. Кто видит в нём папоротник, кто тигровую леопардовую шкуру, кто ушёл в шкуру питона. Да. Но в итоге получается такой очень благородный, дорогой. Особенно, если цвета такие тёплые, оранжево-жёлто-красные, то это точно как вот Африка, Марокко и так далее. Тогда что, я ещё коснусь то, что мы делали сегодня утром. Вот. Ну, у нас это уже подсохло. Олег, а может, расскажи, что у нас получилось? Ну, у нас здесь получилось. Вот. Мы снимаем клеёнку. Да. Вот мы снимем половинку. Да. Это мы снимаем клеёнку. Прошло уже достаточно времени. Мы понимаем, что под клеёнкой уже появляются светлые пятнышки. Да. Вот она ещё. Да. Ещё серовато там. Но мы сверху уже видим, что оно начинает высакать. И мы начинаем оттуда, где светлые пятна появились, значит материал уже схватился. А сколько прошло времени? Как по-твоему? Это мы начали... Прошло у нас тут тёплая комната. Это всё зависит от того, теплоты в квартире, сухости воздуха и так далее. У нас прошло около трёх часов. Да. Где-то так. Около трёх часов. Но лучше подождать, пускай, если вы вечера не делаете, а на утро снимаете. То есть, ну вот так-таки, 8-12 часов лучше ждать. Чем холоднее, чем сырость в помещении больше, влажность больше, тем дольше будет нужно... Да. Слушай, ещё скажи, что какое оно должно быть в планах? Ну, по густоте. Да, по густоте она не сильно жидкая, но и не такая густая, как мы вот показываем масло. Она должна, вот если вот в таком положении, она должна еле-еле скапывать. Да. Так тянется, как густая-густая сметана. Если здесь масло, вот, всё, не капает ничего, то там она еле-еле скапывает. Такая густота. Слушай, сделайте жижи, при снимании плёнки расплывётся вот эта текстура. Сделайте гуще, будет вам крутее моделировать. Ну вот, здесь немножко есть она, вот, значит, такая суроватая. Да. Почему мы выбирали густоту? Чтобы везде были сумки одинаковые. По густоте, да? Оставайтесь с нами. Мы работаем для вас и для вашего благополучия. Да. Сниму. Ещё тут Олега. Он продаст талант. Ну, опять-таки, тут главное понять вот этот момент наклона шпателем, когда вот появляется изюм. Прижмёте больше, перешпаклюйте. Сделайте больше, ничего не получится. Если перешпаклевали, сняли ноль и набросали ещё раз. Всё. Да, да, да. Никаких проблем исправят легко. Ведёт себя стена в конечном итоге, потом. Реставлируется тоже легко. Появилась трещинка в стене. Даже плюс. Да, он добавил больше времени. То есть, ходовой рисунок, трактичный, с точки зрения быта, использования и так далее. То есть, он такой, мы называем это валютное образование. Да, да, трактичное. А валюта это уже из того, что уже отзываются как заказчик. Надо было всё-таки нам забрать, да, те образцы. Но это мы уже когда будем с лазурью заниматься, покажем вам исходники. Да уже потом, когда лазурь уже и на стене здесь увидите, какая будет. Да, да, да. С вами были неизменный ведущий, погоны и метр. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Вчера он так, что-то такое, у него маленькое разрешение. Немного сегодня. Ну что, можешь рассказывать, что ты делаешь? Ну и сегодня мы делаем, после снятия плёночки, на общем, образуются такие, если рукой провести, такие лёгкие корявые места. Да. При покрытии лазурью, чтобы не портился там мочалочка, чтобы пластиковый шпатель не прыгал. Мы делаем, ну желательно так, чтобы это был такой, как говорится, тополик, да, ну не знаю, не сильно там острый. Лёгенько, лёгенько, если вот видно переход, здесь уже готовый, гладкая, да? А здесь вот ещё корявые. Да. Мы делаем так, по рисунку, немножко лёгкими движениями так снимаем вот эти корявые. То есть вроде как обобщаем, да, рисунок? Да. Наравниваем его, чтобы вот так на ощупь, это было ровное, ровное, чтобы потом в процессе покрытия лазурью шпатель не прыгнул, и было всё равновременно. Хорошо. Потом что, мы его загрунтуем, да? Потом мы его грунтуем. Грунтовкой. И покрываем лазурью. В следующей серии увидите какой. Да нет, мы можем сейчас показать какой. Вот она стоит. Ну, после рекламной паузы, да. Вот наш клей. Вот мы с него будем делать. Вот наш переломоток. Вот наша грунтовка концентрирована. Вот, вот наша модельная масса. Так, а что ещё, можно сказать? Если встречаются, вот можно сказать, у тебя проблемы, конечно, да. Если встречаются вот такие вот сина, ну так, тут более… Да нет, нет, Олег, это, я думаю, не нужно, что это стандартное… Да, просто они… Да, 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 да. Я же говорю, не нужно обращать, но такие места внимания это получается, вот как ткань. Где легла больше… Да. Как она называется, этот момент? Сбор тканей. Где имеется? Сладочки, да. Да, да. То есть, это не есть проблема, а есть… Малышленность и так далее. А главное, чтобы они видели… Кстати, вот момент. Показать там, где были у нас подрывы, и там, где мы делали накладки… Да. Ну вот… Вообще практически нету там… И тут где-то вот вообще не слилось то, что было… Ну, чтобы не понимали, что вот, после клеенки оно… Вот такое, да? Более попробуем. Вот так мы будем… Когда мы обобщились с паттером, сняли верхушки да? Легкие… Он в лазуре уже поверхность готовит. Ну и что вам пишут… Значит, что мы делаем? Готовим лазурь. Да, готовим лазурь. Вот наша стена… Для покрытия делаем волшебную. Это у нас что? Иллюзион. Да, это у нас Иллюзион, преламутровая краска. Вот такой у нее вид, блестящий. Какая высота. Здесь у нас клей чудо. Да, метилан. Это и от клей универсальный для обоев. И сейчас это мы называем волшебный гель. Сейчас будем делать волшебную волшебную. Так, вот наши красители. А ну подстелить в ночь. Так, что можно сказать? Начинаем мешать таким образом, что как там? Клей сразу в меньшую плотность кидаем в большую. То есть клей в перламутр. Что произойдет, если наоборот, то все в козявочки превратится. В комочки, да. У него плотность разная. Поэтому сначала доводим до жижи консистенции, потом, когда все будет одинаковое, можно в обратную. Плотность, сама плотность. Тут и о плотности говорится, что у перламутра плотность больше, чем у клея. Если мы... Процесс изготовления лазури очень серьезная вещь. Да, ты можешь объяснить, что в прошлый раз, да? В прошлый раз мы не договорили до конца. Ну вот наша масса, которую мы делали. У нас был клей, помните? Да, был клей. Был перламутр. Мы сюда добавили родственный, аточента материал. Да. Только с более мелкой фактурой. Ну не важно им рассказывать. Ну да. Можно... Перламутровую краску. Перламутровую краску, пудру, что-то еще. Вельветон, это будет аточента. Да, и так далее. В общем, клеем разбавляем его до такого лазурного состояния. То есть полупрозрачность ему придаем клея. Для чего клей? Для полупрозрачность. Правильно? Да, да. Ну и масса. Масса у нас увеличивается. То есть мы с пяти... Да. С пяти литров мы делаем чуть ли не в три раза больше. Да, мы делаем... Да. То есть соотношение. Здесь мы развели один к трем. Значит было у нас... Не, не, не. Это ты не нужная. Подробности, сколько мы делали. Ты... В общем, что у нас получается? У нас был клей. Обычный клей, да? Для обоев. Да. Что мы добавили? Мы туда добавили еще лака, да? Лак, грунтовка. Можно добавить клей ПВА. Ну клей ПВА. Олег, не надо про грунтовку, они все равно не поймут. Олег, не поймут они. В общем, клей ПВА. Да. Берете клей ПВА соотношение один к пяти. Правильно? Вот сколько лака, сколько и грунта. Да нет же. Один к пяти. Если пять литров клея, то литр клея ПВА. Да. Потом литр лака. Нет, хватит уже. Все, это уже у них будет крепость. Зачем мы добавляем клей ПВА? Для вот этого. Для того, чтобы... Потому что клей обычный, обойный, он будет трескаться. Да, он смывается. Да, он смывается. Стираться будет и так далее. Да, все. Поэтому добавляем... Чтобы закрепить его на готовой вот стене. Добавляем клей ПВА. Потом мы показывали какой фокус, что мы клей добавляли в перламутр, а не наоборот. Ну это когда начинаем разбавлять. Да, да, да. Потому что если разбавить сразу перламутр в клей, вернее наоборот, клей в перламутр, то он будет взял. Нет. Перламутр в клей, тогда получается он не размешается. Да. Плотность разная и он, получается, возьмется шариками. Вот. Потом, что еще. Краситель мы берем универсальный, пигмент. Да? Пигмент. То есть тот в тубусах не годится для колировки такого материала. Правильно, Олег? Потому что то уже фасадная краска, которая в тубусах идет. Да. А вот пигменты, гелевый окраситель, они как раз подходят нам для колировки. Так, что еще можно. Мы можем показать, что получилось у нас, да? Вчера мы закончили. Олег, подожди секунду. Подожди, я сейчас объясню, что мы имеем. Да, мы имеем модельную массу. Вот она у нас. Эко-кристалл, да? Акриловая шпаклевка стартовая. Потом мы делали лазурь. Колировали ее. То есть модельную массу мы колировали, да? Вот такая, у нее сами красители такой шоколад. Мы получили такую красоту. Да, и модельную массу мы тоже отколировали. Вот такая она у нас была чуть-чуть темнее. Олег, я добавляю краситель? Нет, не добавляй, не надо. Подожди. Подожди или да. Но здесь соотношение у нас перламутра было 1 к 2. Да? Почти к 3. Ну да. То есть где-то 2 литра перламутра? Почти на 5 литра. Да, на 5 литра клея. Ну еще где-то пол литра мы добавляли фасадного лака акрилового. Да, вот растворимого. Вот такая. Получилась красота. Дальше тогда. И мы дальше продолжим те стены, которые мы готовили. Вот мы готовим сейчас под них. То есть фактура другая, но покрытие один... Да, фактуру я не знаю, там будет видно. Сейчас я покажу. Фактуру можно показать вон на образце. Будет видно. А, кстати, у нас же есть образцы. Точно. Сейчас образец покажу. Фактуру на образце можно показать. Готовы. Против света тоже покажем. Да, вот он у нас. Вот так покажем. Вот наш образец. Вот так я ее положу. Вот он уже готовый с первом утром. Так? А вот эта стена. Там плохо видно как-то. Может, я тебе ближе поставлю. Не будет видно. Можно вот там показать. Да ладно, ладно. Там светлее. Давай покажем вот тот образец, который у нас... Давай еще сюда. Вот наш образец. Исходник. Вот наш исходник. Видим, он немножко темнее, да? Хотя нет, вот так видно, он один в один. В общем, там тоже. А фактурку можно посмотреть вот. Вот там будет видно. Олег, там... Ты когда подчислил, там видно фактурку. Можно подойти. Кстати, тут тоже будет, да? Хорошо смотрится. Вот там. Видно. Смотри. Олег. Вот. Вот отсюда видно. А ну поставь этот образец. Мне кажется, он нехорошо. Вот этот. Вот это? Вот здесь. Там против света. Желтый. Так это же нет там. Ничего страшного. Думаю, как передаст свето ощущения. Да. Вот так вот, да. Вот видно, что... Это уже с перламутром. А вот так без перламутра. Да. А ну, Олег, возьми еще тот образец, да. Я сейчас покручу. А вот так без перламутра. Как он смотрится без. Как это наискось. Ну вот, да. Наискось он немножко лучше. Покажи, какой этот. О. А ну, Олег, переверни его вот так попробуй. Давай-ка. О, так. Он вообще бомбезный. Супер. Да. Вот потом мы покажем, да. Вот так она должна быть, когда загрузить. После увеличения. А сейчас вот так. Да. Пока вот так. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Как ты называл там? После рекламной паузы. Да. Мы вернемся. Как это? Джамшут. И рамшаны джамшут. Да. Работают для вас и для вашего здоровья. Короче, рамшут и джамшут. Вот тут вот с этого. Да. Чем она хороша, да. Что под разными углами. По-разному. Да. По-разному будет. А вечером вообще бомбезно, когда лампы светят. Да. Меняется освещение и все по-другому совсем. Стенка другая. Все, извините, пошумлю чуть-чуть. Да. Завершающая стадия нашего волшебной стены под названием марокканская штукатурка. Это покрытие волшебной лазурь. Волшебной лазурь. Волшебной лазурь. В дереве. В лазурь. В лазурь. В дереве. Вы видите, как ничего не стоящее превращается в обои. В ловкость рук. Да. Главные моменты этого момента, ну, покрытие. То есть, третьего шага нашей работы, то есть покрытие. Работаем с мокрого на сухое. Перед нанесением снимаем проходится. Можно заранее это снять, можно в процессе работы под себя снимать. Лучше заранее. Да, заранее. И потом загрунтовали. Прогрунтовали и погрунтованному уже просим, чтобы меньше было следов. Вот когда раз, и вот эти следы, чтобы не оставались, это надо загрунтовать. Потому что поверхность впитывается. Очень быстро. И потом, если где-то, вот это следы останется. Да, да, да. Лисировка один на один откладывается. А так? А так позволяет нам равномерно распределить материал по всей плоскости. Что там еще? Наносим металлическими, да, шпатулярами? Ну, здесь мы решили, что лучше быть металлическими, хотя можно и пластмассовыми. Как, какой эффект хотим достичь? Ну, или как лучше получается. Все это опытным путем. То есть, по внешнему виду оно напоминает нам мадаприлата, да? Да. То есть, здесь мы, получается, не пожалели перламутровой краски. Сделали один к двум. То есть, две части клея, одна часть перламутровой краски. В частности, иллюзион, да? Да. И еще раз. Ну, опять клей там был у нас, да? Да. Клей, брустовка. Вдогонку добавить хочу, да. Прошлись. А, да, там еще. Прошлись, положили, прошлись, положили, а потом раз и... Да, равно. Обобщили. Обобщили. Да. О, это да. Чтобы не оставались вот эти следы от постановочки шпателька. То есть, обобщили. Вот. И получается, когда ты проходишь, да, шпателем, то что получается? В верхушке... Еще подпаливаем, то есть, эффект это чем-то присутствует от перламутра. Даже в лазури. И потом и получается, как бы мы его еще и обогащаем. Ну, обыгрываем, да? Получается, на верхушке мы его вроде как еще подкладываем в материал, когда обобщаем. В верхушке получается у нас еще ярче. Хорошо. И в итоге выходит вот такая красота. Тра-та-та. Мы работаем для вас. Старайтесь на здоровье. Как там? У вас получится лучше. Итак, делайте с нами, делайте как вы, делайте лучше. Маракал скажет, что это только в чистом виде. Еще один секрет. Да, секрет у старых мастеров. Точнее, еще один урок. Ну, опять же, такие уроки это понятие растяжимое. Каждый может попробовать что-то свое. Ну, идею подсказывает. Материал нанесли. Нет, ты можешь рассказать, что это, наша волшебная лазурь. Да, ну это мы уже говорили. Не, ну мало ли, может кто-то посмотрит этот отдельно. Хорошо. Нанесли. Авторская лазурь. Олег, повтори, пожалуйста. Авторская лазурь. Клей. Один к двум. Один к двум с половиной, даже к трем. Да, один к трем. С силизионом. Ну, можно назвать это как это что? Как это чем-то, да? Как мираж. Нет. Перламутровая краска. Ну, люди, может быть, лучше знают это чем-то, да? Перламутровая краска, да. И один из... То есть клей обычный обойный, да? Да. Две части и одну часть перламутровой краски, типа это чем-то. Положили. И получается... Тут секрет, который хотим показывать. Ну, вернее, не секрет, а идею сразу. Попробуйте, что у вас получится. Может быть, вы можете использовать. Если, например, сделать чистым это чем-то, то что? Тогда не будет видно основы, да? Да, перешпанкрули. Получается, что мы сделали основу, да, отмоделировали, типа Маракешика, да? Да, набросали изюм, да? Вот сейчас уже видно, какая текстура. Да. Вот он такой. Вот этот мы изюм накидали заранее. Вот, вот сюда. Модельной массой акриловой, да? Старком с поклёвкой. Полированный унициальным красителем. Да. И получается, когда мы нанесли эту массу, просто движение такое, как мы делаем... Ну, попробуйте просто. Что у вас получится? Сделать вот просто такой движение, разровнять вот эту массу, такой, может быть, хаотичной вот, круговоротиках таких. Ну, момент в чём состоит? Мы это делаем вот так, да? А потом в конце, чтобы не получались вот такие вот, если будет больше слой, будет видно, что это запачкано. Всё равно потом разравниваем опять-таки вот такими движениями. Да, владелкой на которую. Да, и тогда получится у вас кое-где останется вот это круговое рисунок, рисунок более-менее, а в основном верхушки подбегаем, снимаем дном с верхушкой. И увидите, как сразу изменится рисунок, если делать вот такие круговые движения и снимать просто. Да, ну, посмотрим, вот оно подсохло. Вот уже подсохло, вот, если просто положено, оно будет видно площадку, чётко будет видно. А если вот мы делаем вот круговые движения, то площадочка немножечко положит на себя перламутр, и тогда останется и на ровных местах. Да, ну, в общем, получается ярче. Да. Получается поярче и по-калу, так как, более контрастно, более колоритно. Так, как мы, Олег, покажи им ещё... Какой густоты получается, это волшебный гель у нас. И ты пока хочешь закончить. Сейчас, чтобы уже перехода на него видно. Ну, хорошо. То есть, ещё можно сказать, зачем мы смешиваем, да? Берём этот обычный клей для обоев универсальный, да? И мешаем. Да, ну, мы уже сказали, что если бы чисто перламутровый, то мы бы перешпаклевали наш декор. Ну, может быть, не перешпаклевали, у нас бы не было видно подножки цветной. Так он бы не смотрелся многоцветным. Да, двухцветным. Да, да, да. А так получается, вроде как 3D-эффект. Помнишь, мы говорили? Точно. Точно. То есть, вот этот гель у нас. Вот он такой густоты. Сейчас он. Вот он, видите? Вот такой густоты. Достаточно густой. Держит массу. Это на базе, в этом случае, это на базе мы делали иллюзиона, да? Это материя. Иллюзиона. Да, кстати, иллюзиона, да, там какой эффект? У него получается мельче фракция, да? И она разводится лучше. Да, и он... То есть, иллюзиона играет больше, если его разбавлять. Если в чистом виде, он как шпаклевка. Ну, он не очень, да? Да, не очень. Вот мираж в чистом виде лучше играет, а вот иллюзиона разбавленная мы попробовали. Да, да. Ну, это такое, это наше видение. Опять попробуем. Да, да, а вам предлагаем, да. Универсальный клей, да, и термамутер. Это может быть золотая окраска, да, помнишь, вот, Иркомовская? Золото или калорийный. Да, вот. И получается, с одного цвета мы достигаем, может быть, даже не то, что двух цветов, а даже вот в некоторых местах аж видно то, что было под шпаклевкой, вот. Даже трех цветов. У меня не свежу. Вот в этом месте четко просматриваются три цвета, вот. Серебро, подложка и краситель. И что, а, мы же его еще отколировали, да? Мы еще отколировали, универсальные какие-то пигменты. Поэтому... Да, это гелевые красители. Поэтому оставайтесь с нами. Мы будем разрабатывать новые идеи для вас и вашего ремонта. Равшан и Джамшут передают вам большой привет. Ремонту Ксеньев и Собчак дальше продолжаем. Как там? Делайте с нами. Делайте... Как мы. Делайте как вы. Делайте лучше нас. Вот здесь должно быть. Вот здесь должно быть. Вот здесь, там еще. Делайте лучше нас. Здесь, конечно, да, поколоритнее под кожу, ну да, это футбоксенчик. А, да, еще можно сказать, Олег, помнишь, на ощупь, что это получается? На ощупь это гладкая стена, за счет чего опять-таки не забывайте про это движение, перед покрытием снимать все лишние золтемцы, чтобы на ощупь это была гладкая стенка, не кололась, не кусалась, не было неприятно, это напоминание, лишний раз, ритуаль, да, ритуаль, да, и получается она, вот на ощупь, вот она, в итоге она вообще гладкая, как воскованная, могу вам передать, очень-очень классно, nez медвини. Нормормальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальировlafrate яхっ Nor peripher-биджальальальальальальальальальальальальальальальаль. Какая соблюдён аль falsch-б pearl. Продолжение следует...